Штурм Гешут Ц-3. Лучшее и самое массовое штурмовое орудие Вермахта. Стармджосчиц-3, штурм Гешут Ц-3 или Штук-3, средняя по массе немецкая самоходно-артиллерийская установка класса штурмовых орудий времен Второй мировой войны на базе танка Panzer III. Серийно выпускалась в различных модификациях с 1940 по 1945 годы и стала самым массовым по численности представителем бронетехники Вермахта, выпущено порядка 9250 САУ с 75-мм орудиями. Штук-3 активно использовались на всех фронтах Второй мировой войны и получили хорошие отзывы немецкого командования. К началу 1944 года на счету Штук-3 было около 20 тысяч танков противника, а захваченные Красной Армией Штук-3 с успехом переделывались в САУ-СГ-122 и били по вчерашним хозяевам. Когда речь заходит о бронетанковых войсках Вермахта в годы Второй мировой войны, то большинство людей сразу же представляют себе в лучшем случае самые массовые танки Panzer IV, в худшем – сверхмощные «Тигры» и «Пантеры». Однако, далеко не последнюю роль в Вермахте играли самоходные орудия, особенно так называемые штурмовые орудия. Самым массовым из них был знаменитый Штук-3. Штурмовое орудие-3 – это самая массовая немецкая самоходно-артиллерийская система времен Второй мировой войны. Разработанный еще в 1936 году Штук-3 выпускался вплоть до 1945 года. В общей сложности немцы произвели около 9250 таких САУ всех моделей и модификаций. Для сравнения, средний танк Вермахта Panzer IV за годы войны был произведен в количестве 8573 единиц, танков «Пантера» немцы сделали чуть больше 6000 единиц, а «Тигр» в первой модели было произведено всего 1347. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Делали самоходки на базе шасси танков «Пантер-3», только вместо танковой башни на него ставилась специальная капсула с орудием. Уже во время вторжения во Францию немецкие самоходки смогли зарекомендовать себя с лучшей стороны. Надежные, достаточно эффективные, легкие, уверенно двигающиеся почти по любой местности. Кроме того, Штук-3 очень тихо работал, по меркам бронетехники, и имел низкий профиль. Последние две вещи заставляли ненавидеть эту машину едва ли не больше любого немецкого танка. Красноармейцы терпеть не могли штурмовые орудия, так как из-за небольших габаритов обнаружить их на местности было очень сложно. Масса штук-3 в зависимости от модели колебалась от 19,6 до 23,9 тонны. Для сравнения, Панцер-4 весил от 18,4 до 28,5 тонны, а советский Т-34 от 26,5 до 30,9 тонн. Легче был только советский Сухарь, Су-76. 11,2 тонны, однако у этой вынужденной машины практически не было брони, а боевое отделение и вовсе не имело крыши для решения проблемы загазованности при выстреле. По размерам штук был вполне сопоставим и с Панцер-4 и с Т-34, длина корпуса 5,4 метра, длина с пушкой 6,77 метра, ширина 2,95 метра, высота 2,16 метра. К слову, считавшийся очень низким танком Т-34 имел высоту 2,4 метра, а немецкий Панцер-4 и того выше, 2,68 метра. Броня у самоходного орудия была, такой же, как у среднего танка Панцер-3. Советская 45-миллиметровая пушка, использовавшаяся до 1942 года, пробивала такую броню с огромным трудом. В начале войны САУ вооружалась коротенькой нарезной пушкой 75 миллиметров стуки и 37Л-24. Такая же стояла на танках Панцер-3 и 4. После того, как немцы столкнулись с Т-34 и КВ-1 пушки начали менять на длинные 75 миллиметров стуки и 40Л-43,Л-48. Новое орудие достаточно эффективно справлялось с советскими средними легкими танками, а также имело все шансы достичь успеха в столкновении с тяжелым КВ-1. В качестве дополнительного вооружения на штук-3 использовались пулеметы калибра 7,92 миллиметра. Это мог быть как МГ-34, так и МГ-42. Боекомплект пушки составлял 44 снаряда, пулемета, 600 патронов. В движение самоходка приводилась двигатель Майбах ХЛ-120 ТРМ с мощностью 300 лошадиных сил. При емкости топливных баков в 310 литров, САУ могло пройти по шоссе до 155 километров. Удельная мощность машины составляла 12,8 лошадиных сил на тонну. Это заметно меньше, чем УТ-34. Но для обеспечения необходимой проходимости самоходки этого было более чем достаточно. А низкий профиль и мощное орудие делали штук-3 весьма грозным противником для любого советского танка, включая поставлявшиеся по Ленд-Лизу американские Шерманы.